Извечный вопрос, который мучает, наверное, армянский народ на протяжении, я не обману, если скажу, последних двух тысяч лет, начиная со времен Тиграна Великого, а может быть, чуть раньше, чем Тигран Великий, это Запад или Восток? Ну, если раньше это было понятие, допустим, Рима и Персии, то сейчас это представление, наверное, скорее Запада, коллективного Запада и России. Вот как вы считаете, все-таки куда идти Армении? На Запад, как предлагают некоторые в Армении, или к России, как также некоторые в Армении предлагают? Я бы так категорично вопросов не ставил, то есть или на Запад, или на Восток. У Армении есть все шансы и политические, и геополитические остаться где-то посередине. Тем самым, превратившись в какой-то своего рода хаб, как мост, что не делала, кстати, Украина. Кстати, она имела все шансы стать вот таким именно хабом, связующим мостом между Западом, коллективным Западом и Россией. Даже в этой ситуации, возможно, это все сделается. Вот как это видится нам, по крайней мере. То есть, и я уверен, что Запад тоже не захочет полностью перекрыть все краны и все генетики, закрутить до упора России, потому что это может привести к очень-очень и хорошим последствиям. И я уверен, что какой-то маленький мостик Запад все-таки захочет, и не один мост, чтобы был какой-то связующий канал с Россией. И почему не может Армения сыграть эту роль? Очень даже может и с хорошим успехом. Понимаете, я почему спрашиваю? Потому что на сегодняшний день Армения попала, на мой взгляд, я могу ошибаться, поправьте, если я не прав. Армения попала в такую геополитическую ситуацию, при которой она, к сожалению, не является актором внешней политики, а фактором внешней политики. То есть, Армения сама, насколько я могу понять, сегодня не определяет свою судьбу. Определяют ее судьбу более глобальные игроки. Ну, в том числе, та же Россия, тот же Запад, например, коллективный. В Турции, наверное, согласны с этим? Я согласен, что Армения с 1918 года, это случилось с приходом Никола Пашиняна, она, перефразируя ваш тезис, я полностью согласен, но она превратилась с субъекта в объект. То есть, она уже не за столом переговоров, а на столе, как бы. Но это случилось после 1918 года, повторюсь, с приходом Никола Пашиняна. До этого мы и Арцах сидел за столом переговоров в свое время, и Армения, как гарант безопасности Арцаха, всегда представляла интересы Арцаха. И с успехом. Субтитры сделал DimaTorzok